Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жбкаев. Идеальная школа, какая она должна быть и что для этого нужно. Сегодня в Зелевочке-Кен на базе первой школы имени Героя России Абдуллы Ижаева прошла межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам реализации проекта Школа Минпросвещения России. Ахмат Халкевич продолжит тему. Цель конференции – задать вектора образования в направлении проекта Школа Минпросвещения России. Наша республика приступила к участию в данном проекте в прошлом году и 23 общеобразовательных учреждений региона стали его первыми участниками. Ну а в этом году включились еще 19 школ. Прежде чем войти в число участвующих в апробации, директора и управленческие команды общеобразовательных учреждений прошли обучение в Академии Минпросвещения, а учителя – специальные курсы Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Также участвующие в апробации организации провели самодиагностику. По результатам учреждениям, прошедшим ее, присваивались определенные оценочные уровни – от базового и среднего до эталонного. Сейчас вот запускается скоро новая самодиагностика, чтобы увидеть результаты, что у них было, к чему они пришли. А цель этого проекта в том, чтобы единое образовательное пространство. То есть каждый ученик, если он учится, допустим, в сельской провинциальной школе, переехав в Москву, у него не меняется ни программа, ни учебники. То есть единое образовательное пространство. Вот к чему мы все сейчас стремимся. Научная площадка, помимо руководителей общеобразовательных учреждений, начальников управления и образования муниципальных администраций нашего региона, собрала также участников из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Чеченской республики. Главная задача форума – координация усилий и обмен опытом в развитии единого образовательного пространства. Это как раз проект для того, чтобы мы понимали, какую стратегию и приоритет национальной политики сегодня нам выстраивать вместе и как приходить к общему знаменателю. Мы стремимся к тому, чтобы качество образования в нашей республике вышло на достойный уровень. В числе первых в апробацию проекта в нашей республике включилась и первая школа села Юшкекен. О том, как перестраивался ее педагогический коллектив к обустройству школы нового формата, поведала директор образовательного учреждения Екатерина Кипкеева. Основная задача наша заключалась в том, чтобы вот был единый информационный поток, чтобы мы работали и команда находилась в одном смысловом поле этого проекта. Вот это было самое главное для нас. Это было начало нашей работы. По завершению пленарной части конференции участники разделились по секциям, соответствующим магистральным направлениям проекта. Здесь принимающая сторона в практическом формате продемонстрировала уже наработанный опыт. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вестикарчаве, Черкесия, Малокарчавский район. Все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку в соответствии требованиям безопасности. Как это сделать при установке газобаллонного оборудования, какая ответственность предусмотрена за нарушение и какую выгоду получает автовладелец, разъяснил сотрудник ГИБДД. С ним встретилась Альбина Ламкова. Многие автолюбители переводят машину на газ, чтобы сэкономить на топливе. Но сначала придется переоборудовать и перерегистрировать автомобиль. Для этого необходимо пройти процедуру, аналогичную техосмотру, так как любые изменения, внесенные в конструкцию транспортного средства, являются предметом для регистрации в условленном порядке. Поэтому необходимо наличие сертификации на установление газобаллонного оборудования. Это документ, который подтверждает безопасность эксплуатации автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями. С этой целью ГИБДД производит проверку и последующую выдачу владельцу свидетельства о соответствии с требованиями по безопасности. Для того, чтобы оформить газобаллонное оборудование на транспортное средство, необходимо обратиться в испытательную лабораторию, которая даст заключение возможности установки того или иного оборудования на транспортное средство. После получения данного заключения необходимо обратиться в ГИБДД для получения разрешения на саму установку. После получения разрешения на установку человек устанавливает газобаллонное оборудование. Но все же на этом процесс не окончен. Необходимо получение еще одного заключения. В соответствии с требованием установленного оборудования, автовладелец осуществляет технический осмотр и оплачивает государственную пошлину. Затем обращается уже с пакетом документов в ГИБДД для получения самого документа о внесении изменений в транспортное средство. После получения данного документа необходимо обратиться в регистрационное и экзаменационное подразделение. И внести уже в регистрационные документы транспортного средства отметку о том, что установлено законом порядки то или иное изменение. Услуги по установке газового оборудования оказывает огромное количество компаний и сервисов. Неудивительно, что цены на переоборудование машины могут сильно варьироваться в зависимости от компании самого устанавливаемого оборудования. Для верности процедуры рекомендуют проводить ее в профильных сервисах, зарегистрированных в налоговых органах. В первую очередь соблюдать все требования, которые необходимы для регистрации. И обязательно зарегистрировать. Это уже является страховкой для самого владельца, что он прошел все экспертизы, прошел все лаборатории и безопасно установил на свое транспортное средство газового оборудования. Все узлы газового оборудования подбираются к каждому автомобилю индивидуально. Главный элемент такой установки – газовый баллон. Обычно его объем не уступает бензиновому баку в машине. Чаще всего баллоны устанавливают в нишу для хранения запасного колеса. Остальные узлы подбирают в зависимости от мощности двигателя. При этом специалисты настоятельно рекомендуют приобретать для установки на машину все детали газового оборудования от одного производителя. В случае неоформления соответствующим образом изменения в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность административная в размере штрафа 500 рублей. Чтобы не нарваться на штрафы, водителю придется запастись терпением, собрать необходимые документы и посетить различные инстанции. Также следует помнить о многочисленных мошенниках, которые обещают значительно упростить процедуру. Еще следует знать, что при повторном нарушении эта сумма вырастет до 5000 рублей, а водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Масштабные праздничные мероприятия прошли на перевале Гумбаши, аула «Верхняя Мора», посвященной Дню Возрождения Карачаевского народа. Множество различных конкурсов с национальным колоритом и яркая концертная программа порадовали всех участников праздника. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшок. По-настоящему народный праздник на перевале Гумбаши собрал тысячи жителей республики. Всех присутствующих ожидала интересная и насыщенная программа с национальным колоритом. День Возрождения Карачаевского народа – это праздник с некой горечью. Так как мы вспоминаем здесь тех, кто не вернулся с мест депортации, и я уверен, что подобные праздники сохраняют память о тех событиях, которые навсегда останутся в истории нашего народа, отметил глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров. Мы должны помнить эти даты, это несправедливое решение тогдашних властей, Аллах им судья. Но мы должны это все помнить, передавать нашим детям. Сегодня праздник новый с горечью, потому что мы вспоминаем тех людей, которые не вернулись в среднюю газету. Один из интересных конкурсов – разделывание тушки барана. Здесь необходимо не просто быстро отделить кожу барашки, но и правильно распределить ее части между мужчинами и женщинами в соответствии с обычаями карачаевского народа. В итоге победу одержал житель из аула Верхняя Тиберда Рашид Тикеев. А здесь уже проходит командное состязание по приготовлению мясных очинов. Увлекательными соревнованиями для девушек было понесение воды с коромыслом и правильное пеленание ребенка в люльке. Помимо этого, для всех собравшихся музыкальными номерами порадовали артисты отдела культуры Карачаевского района. Гвоздем соревнования стал конный пробег на дистанцию 37 километров, где приняли участие 59 всадников из разных регионов Северного Кавказа. Призовой фонд данного состязания – 500 тысяч рублей. С самого утра всадники преодолевали длинное расстояние по горной местности. В итоге первое место и приз в размере 250 тысяч рублей выиграл житель из села Важная Хусей Мрзаев на жеребце Сармат. Серебряным призером стал и 120 тысяч рублей получил всадник из Кисловодска Руслан Гучаев. А третье место и приз в 70 тысяч рублей получил выходец из аула Верхняя Мора Шамиль Кушетеров. Помимо этого, на празднике были представлены более 100 традиционных блюд и напитков в карачаевской кухне. Алихан Лепшоков, Медина Джан Кёзова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Перевал Гумбаши. Около года назад в России вступила в силу поправка к федеральному закону об основах туристической деятельности. А уже ближайшим летом экскурсоводы будут обязаны иметь аттестат для возможности предоставления своих услуг. О том, как это должно быть реализовано на практике, выяснял корреспондент Артур Мкце. По данным регионального Минтуризма, в настоящее время в Карачаево-Черкесии нет ни одного экскурсовода, который прошел бы аттестацию, позволяющую предоставлять клиентам свои услуги. Но если до сих пор лицензирование являлось добровольным, то с 1 июля нынешнего года станет обязательной процедурой. Вступает в силу норма, согласно которой экскурсоводы обязаны проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию каждые 5 лет. Получить аттестат, экскурсовод или гид, или гид-переводчик может после сдачи квалификационного экзамена, который будет проходить в два этапа – тестирование и практическое задание. Тут следует отметить, что соискатели, которые имеют стаж работы в качестве экскурсовода более трех лет, допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Как отметили в региональном ведомстве, мероприятия по аттестации гидов помогут создать прозрачный и контролируемый рынок оказания экскурсионных услуг, что позволит формировать позитивный имидж Карачао-Черкесии. Обучение специалистов возможно на базе высшего или среднеспециального учебного заведения. В республике такие и есть. Подача производится посредством государственного портала госуслуги. Аттестация будет проходить специально созданной аттестационной комиссией на базе Министерства туризма и курортов КЧР. Вся необходимая информация по подаче заявления, по механизму получения аттестатов, она размещена на официальном сайте Министерства туризма, с которой соискатели могут ознакомиться в прямом доступе. Обязательства по осуществлению государственного муниципального контроля за деятельностью экскурсоводов будут возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Артур Макцер, Сулбердиев, Вести, Карачао-Черкесия. В преддверии туристического весеннего летнего сезона представители МЧС напоминают гостям и жителей Карачао-Черкесии об обязательной регистрации туристических групп. В целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременно квалифицированной помощи, Главное управление МЧС России по Карачао-Черкесской республике рекомендует руководителям туристических групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты в территориальных подразделениях МЧС России. Регистрация осуществляется не позднее 10 дней до начала путешествия. Это касается организаций, индивидуальных предпринимателей, в сфере активного туризма, туристов и групп самостоятельно путешествующих в стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. Для удобства граждан процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателей о своем маршруте туристы могут на официальном сайте Главного управления МЧС России Карачао-Черкесской республики, заполнив официальную форму или по электронной почте. Такой сервис значительно упрощает процедуру регистрации. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Катюша». Хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!